Добрый день, меня зовут Анатолий Бомбиза, я предприниматель и сооснователь школы, онлайн-школы Древа Мира. Как выбрать нишу для онлайн-школы? Если вы эксперт, то этот вопрос у вас уже должен быть решен. Это вопрос вашего предназначения, это вопрос вашего пути, который вы уже должны пройти. Если вы продюсер, то вам помогут следующие вещи. Первое. Сейчас время практических курсов. Выбирайте эксперта, который помогает людям формировать новые навыки, новые умения. Выбирайте курсы практической направленности. Любые курсы связаны с освоением новых профессий, потому что люди осваивают профессию для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Поэтому они готовы инвестировать в свое профессиональное развитие деньги, для того, чтобы заработать потом еще больше денег. Вторая область – это все, что связано с психологией, с счастьем, со здоровьем, с хорошим самочувствием, с саморазвитием. Здесь, в этой области тоже люди готовы, сейчас уже начинают быть готовы инвестировать в свое счастье, деньги и что-то менять в своей жизни. Примерно вот эти области можно рассматривать и дальше, когда вы начинаете дальше анализировать свою нишу, посмотрите вот на что. Посмотрите, какие конкуренты уже есть в вашей нише, у кого уже есть онлайн-школа успешная и на каком они этапе, на каком они уровне. Сколько человек приходит к ним на бесплатные мероприятия, сколько у них подписчиков в социальных сетях, какие отзывы учеников. Что про них говорят. И если в нише уже есть достаточно успешный конкурент, это хороший знак. Это значит, что люди готовы учиться этому. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это посмотреть, проанализировать спрос. Для того, чтобы проанализировать спрос, есть простой инструмент, называется Яндекс.Ворд.Стат. Этот инструмент позволяет оценить частотность спрос, частотность запросов, то есть сколько раз в месяц люди вводят, например, обучение, танцам, онлайн. Сколько раз, сколько людей в месяц спрашивает это у Яндекса. Соответственно, чем больше людей спрашивает это у Яндекса, тем больше спрос в этой нише. И если в нише частотность таких продающих запросов сотни или тысячи обращений в месяц, это значит, это хороший знак, значит, люди ищут, люди хотят учиться платить за это деньги. Ну вот это, пожалуй, основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе ниши. Ну и самое главное еще, конечно, что у вашего эксперта, если вы продюсер, у него должны быть результаты. Он уже должен иметь учеников, которые счастливы с ним, которые получили то, ради чего они пришли к этому эксперту. И тоже очень важно, чтобы у эксперта была своя аудитория, даже небольшая аудитория, которая читает его, смотрит, слушает и так далее. Потому что в таком случае вам будет просто стартовать. Это старт не с нуля, как бы не с самого нуля. Вам не нужно тестировать вашего эксперта. Это показатель того, что эксперт уже действительно эксперт, и дальше с ним можно работать. Я хочу вас пригласить на бесплатный вебинар от Акселератора, на котором вы узнаете пошаговый план запуска своей онлайн-школы. На этом вебинаре будет подробно разобран каждый шаг, который вам необходимо понимать для того, чтобы у вас все получилось. Регистрируйтесь на вебинар под этим видео, приходите, изучайте. Я желаю вам успехов на этом пути.